Я могу сказать, что у Ирана и России были хорошие опыты сотрудничества в Центральной Азии и на Гавказе. Пример Таджикистана всем известен, что это успешный результат ирано-российского сотрудничества, становлением мира в Таджикистане. В общем, почти никакого сопротивления между Ираном и Россией не было на Гавказе и Центральной Азии. Даже есть пример сотрудничества. Мы считаем, что в этом этапе сейчас развивается, начались новые этапы работы между нашими силами, между структурами по Центральной Азии и по Гавказу. А на Ближнем Востоке тоже у нас очень хороший опыт недавнешнего сотрудничества Ирана и Россия по Сирии, по вопросам Сирии. Во-первых, у Ирана и Россия общие взгляды на Ближнем Востоке. А как надо вообще поддержать стабильность и безопасность на Ближнем Востоке. И обе стороны тоже считают, что привел к этому и дабы стандартные акты, которые были приведены на Ближнем Востоке. Мы возьмем как пример три года или четыре года назад была арабская или исламская весна, или вообще революции, которые произошли в арабских странах. Странно, что революции в нескольких странах приветствовали и поддержали, а в нескольких странах в других странах не то, что не поддержали, наоборот, давили негативно на них. Им очень было интересно революции в Египте, в Тунисе, в Ливии, а потом совсем по-другому подходили к революции в Бахрейне или в Йемене. Но эти дабы стандарты, которые меня как раз привели мир, эти поведения привели мир вот к этому и к этой ситуации, которую мы увидим. Я помню, что стандарт со стороны Америки было явно, что Джузеф Най, который он авторитетный просто писатель и политолог в Штатах, он писал, что несмотря на то, что мы всегда думали, что демократия это первый приоритет в поведение демократических стран, но можно признаться, что до сих пор самый первый приоритет во внешней политике это интересы. Он и так писал, что это интересы Америки, что то, что выглядит в одном случае по-другому и в другом случае по-другому. Но это говорит о том, что может быть даже он, я помню, что он дал интервью в BBC, что может быть во внутренних дел демократия до сих пор первый приоритет для некоторых стран. Но для этих во внешней политике первый приоритет, опыт показывает, что это интересы, а не демократия, а не права человека, как они всегда говорят об этом. Потому что если права человека важны, она должна быть важна и в Сирии, и в Агрене, и в Йемене, как можно, когда убьют люди, в одной стороне кричат, а в другой, когда убьют, молчат. Продолжение следует... Продолжение следует...